Валерий Курас 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 в наших домашних церквях. Все это мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, у нас еще осталось где-то около часа, наверное, чтобы поговорить о последней части того, что я приготовил на сегодняшний семинар. И потом у нас будет еще 45 минут, после небольшого перерыва, еще 45 минут для вопросов и ответов. Там некоторые вопросы уже поступили. Если у вас что-то еще не совсем проясняется в процессе, вы можете написать, и мы попробуем ответить на то, что возможно. Итак, давайте еще раз напомним, где мы, о чем мы говорили сегодня. Мы начали с того, чтобы посмотреть на вопрос счастья вообще, на разницу представления о счастье в мире и в Священном Писании. И главное отличие заключается в направлении вектора, как мы сегодня уже неоднократно это повторяли. В мире это похоть плоти, похоть течей и гордость житейская. Это удовлетворение себя и утверждение себя. Христос принес совершенно другой тип счастья. Это когда Он жил для Отца и через Него жил для других. Вот это основная разница. И теперь, когда мы говорим о том, что вы хотите счастья, вам нужно задать вопрос, какого? Божьего счастья – один путь, человеческого счастья – другой путь. Ну, как мы уже говорили, что Божье счастье – прочное и настоящее, человеческое счастье – быстрое, приходящее и очень часто обманчивое. Но, как уже было отмечено, для многих людей понятие Христово счастье превращается просто в декларацию. То есть, они просто говорят, я хочу Божьего счастья, но они не знают, из чего оно состоит, как его получить, в чем оно выражается, как оно дает, в чем его эмоциональная составляющая, и тем более, как же оно связано с интимной жизнью. И для многих людей это все очень сложно, и поэтому они декларируют и говорят, мы хотим Божьего счастья, но фактически живут на принципах всего того, что в мире. Что они видят в мире, вот так они и функционируют, и в своих эмоциях, и в своей интимной жизни очень часто. И мы попробовали за эти короткие несколько часов продемонстрировать, что Библия действительно практичная книга, и что она действительно, когда говорит о счастье в Иисусе Христе, она имеет в виду конкретные практические элементы, шаги, из которых складывается это счастье, и нам нужно только следовать по этой дорожке. И если мы будем это делать, то это действительно так и будет. Мы остановились с вами в прошлой сессии на эмоциях для славы Божьей. И в принципе, там у меня осталось еще немножко материала, но я думаю, что основное было сказано. Основное сказано в следующем. Если вы развиваете плоды Духа в себе, ваша эмоциональная жизнь будет наполняться. Просто запомните, что основной соплай, основной поставщик хорошей эмоциональной атмосферы – это плоды Духа. Конечно, когда они есть, тогда они выражают, они могут по-разному выражаться. Например, любовь может выражаться в том, чтобы вы ценили друг друга. Помните, написано, посмиренно мудрее, почитайте один другого, высшим себя. Или она будет выражаться в том, что вы будете пытаться больше понимать друг друга. Она будет выражаться в том, что вы будете заботу проявлять. И подробно я говорил о том, что нам нужно вот эти два фактора в особой степени – это благодать Божья и милосердие, милость. Мы получили от Него благодать и милость. Мы должны стать проводниками благодати и милости для людей, которые живут рядом с нами, и в частности для вашего мужа или для вашей жены. Давайте посмотрим теперь на самый последний элемент вот этого треугольника, о котором мы говорили с вами сегодня. Мы посмотрим на романтику для славы Божьей. Священное Писание говорит о том, что все, что вы не делаете, делайте для славы Божьей. Помните 1 Кринф, нам 10 глава, кажется, 30 или 31 стих. Вот это слово «все» включает в себя все, включая и интимные взаимоотношения. Для многих людей это, конечно, очень трудно представить себе, как это так. Это обычно связано с чем-то, если не греховным, то, во всяком случае, уже не святым. Хотя Писание ясно говорит, помните, брак у всех добудет в честь, это 13 глава послания к евреям, и ложа непорочна, то есть свята. Слово «ложа» – это благородный перевод на русский язык, греческого слова «коитес», если кто-то из вас изучает медицину, то вы знаете, что этим словом «медициня» называют сексуальный акт. То есть Писание говорит о том, что интимные отношения должны быть святыми, и даже больше того, все делайте для славы Божьей. Опять-таки, нам трудно это связать по одной простой причине, потому что мы думаем о этих вещах, о эмоциях или о интимной жизни в отрыве от базы, от фундамента. Поэтому и проблемы имеем здесь. То есть, когда оно вырастет из фундамента, из базы, то тогда оно логично одно вытекает из другого, и тогда оно вполне естественно, и тогда оно благословенно действительно. Итак, когда мы говорим о сексуальности, это такое явление, которое сегодня в нашем гиперсексуализированном мире, оно просто захватило весь мир, и люди вообще уверовали все, что секс – это наивысшее благо, которым должны заниматься все, когда хотят и в той форме, в какой они хотят. Это религия современного мира. Несколько лет назад я слышал о том, что в Англии рассматривали закон о том, чтобы понизить возраст, когда, в каком разрешены сексуальные взаимоотношения по согласию с 16 до 14. Причину, почему они так сделали, вот они обсуждали это в парламенте, и там вот эти английские, знаете, может быть, видели, когда английский парламент, вот эти все лорды там и все эти высокие дядьки, вот они обсуждали эту идею, они говорят, секс – это приятно, почему мы это должны своих детей отделить или обделять молодых людей, если они этого хотят. То есть это один из примеров того, что это идеология мира. В действительности это не так. Без секса можно прожить, и можно прожить очень неплохо. Вот религия мира говорит совсем по-другому. Посмотрите, Иисус Христос, Он был совершенным человеком, но человеком, мужчиной Он был. Он жил, не имея сексуальных отношений. И Он прожил полноценную жизнь. То есть та религия, в которую нас пытается обратить мир, мир говорит так, что это обязательно, это необходимо, и если человек этим не занимается, то он или больной, или жалкий человек, потому что на него нагрузили restrictions, эти ограничения религиозненькие какие-то. Писание говорит совсем о другой картине, другую картину представляет. Мы можем сделать вот какой вывод из этого. Не являясь необходимостью для людей вообще, сексуальные отношения вместе с тем крайне необходимы для полноценного брака. То есть сексуальные отношения для людей в общем необязательны, человек может без них прожить. Но когда мы говорим о браке, то брак, полноценный брак, включает в себя сексуальные отношения. Они необходимы. Как я уже сказал, в нашем гиперсексуализированном веке, в котором мы живем, люди не совсем правильно соотносят эти вещи. То есть в погоне за сексуальным удовольствием многие христиане, они пользуются различными мирскими греховными средствами, надеясь, что они дадут им полноценную сексуальную жизнь. Опять-таки, все это под воздействием пропаганды мощной, которая в самых разных источниках, начиная с откровенно сексуальных журналов и заканчивая невинными сценами, казалось бы, невинными сценами в каких-то фильмах и так далее. Так вот, это обман. Вот то, что люди, вот эти всякие новые конфигурации представляют, вот откуда и гомосексуализм появился. Гомосексуализм, с ним не победишь его демонстрациями. Гомосексуализм исходит из неправильного объекта поклонения. Человек поклоняется своей похоти, и в своей похоти он быстро приходит, что обычная гетеросексуальная связь его не удовлетворяет. Он перепробовал разные варианты этой гетеросексуальной связи, и поэтому ему кажется, что если это будет гомосексуальная связь, то тогда это даст еще дополнительный буст, дополнительный какой-то буст в одушевлении ему. Ну, как вы знаете, в общем-то, это комьюнити, это не самый счастливый. То есть это очередной обман просто, в котором дьявол вводит людей. Так вот, здесь второе утверждение хочу сделать. Первое утверждение в том, что не являясь необходимостью для людей вообще, сексуальные отношения крайне необходимы для полноценного брака. Второе утверждение – качество сексуальных отношений супругов зависит от развития их эмоциональных взаимоотношений. Это чрезвычайно важная вещь. Причина, почему люди обращаются ко всем этим ярким вещам, которые они видят в мире, заключается в том, что они не могут генерировать достаточно эксайтмент, достаточно восхищения, воодушевления в своих внутренних духовных отношениях, в своих эмоциональных отношениях. Им тогда нужна искусственная раскачка со стороны, чтобы поднять свои эмоции на уровень возбуждения достаточного. Так вот, здесь не бывает коротких путей. Если мы посмотрим еще раз на эту схему, о которой мы говорили уже, то мы увидим, что для того, чтобы добраться, включи, пожалуйста, этот следующий нам слайд, для того, чтобы нам добраться до вершины, сейчас я подожду, там должен быть, да? Это схемка должна быть. Кто у нас там за пару пунктов? Да, вот это. Посмотрите, для того, чтобы добраться до вершины, нам необходимо пройти вот эти две сферы обязательно. То есть речь идет о том, что нам нужно заложить прочное духовное основание, которое должно генерировать качественную эмоциональную атмосферу, которое, в свою очередь, сделает возможными правильные единые взаимоотношения. Если не понимать вот этого порядка, то тогда все рушится, то тогда все опошляется, то тогда все переводится просто вот в эту сексуализированную атмосферу, в которой живет современный мир. Несколько вещей, которые помогут нам проследить вот эту часть. Вот каким образом... Мы говорили много о духовном основании, мы говорили, как отсюда должна рождаться эмоциональная атмосфера. Давайте теперь посмотрим немножечко на то, что вот здесь, какой механизм, как эмоции, правильные эмоции помогают сформировать правильные интимные взаимоотношения. Первое. О чем мы видим, о чем учит Священное Писание? Опять-таки, мы говорим о романтике для славы Божьей. Первое, что мы видим, что говорит Писание, оно повелевает целенаправленно заботиться о сексуальном выражении. Это не любовь к самому себе, это любовь к ближнему. Это значит, вы заботитесь о благе ближнего, максимальное благо ближнего. Вот ваша любовь, она выражается в разных вещах. к вашему ребенку, она выражается в том, что вы его пеленаете, вы даете вовремя покушать, как он стал ходить, вы всякие разные вещи, вы обнимете, выражается. К вашей маме эта любовь выражается, что вы позвоните, приедете, что-то там сделаете для нее. К братьям и сестрам выражается в том, что вы искренне поинтересуетесь их проблемами, их нуждами, помолитесь вместе с ними, поможете где-то в каком-то деле. Это любовь. А вот любовь к мужу, кроме всего этого, выражается еще и в сексуальном отношении. Вот почему Писание говорит, что это эксклюзивная связь. Такой больше нет нигде. Ни в каких больших конструкциях нет. Бог не предусмотрел этого. Это эксклюзивные взаимоотношения. И Писание повелевает и мужу, и жене, оно повелевает очень серьезно относиться к этим взаимоотношениям. 1 Кримфинам 7 глава 3 стих. «Муж оказывает жене должное благорасположение, подобное и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равная муж, не властен над своим телом, но жена». То есть здесь повеление, которое делает апостол Павел, повеление от Господа. И он говорит, муж оказывает жене должное благорасположение. Это опять-таки вы понимаете, что этот перевод делался около 200 лет тому назад. И это благородная форма выражения сексуальных взаимоотношений. То есть муж оказывает жене, удовлетворяя жену, удовлетворяя ее сексуальные потребности. Подобный жена мужу. То есть выражая свою любовь, свою заботу, свое желание, его благо или ее благо, выражая в этой форме, понимая то, что к этому нужно стремиться. Причем, смотрите, здесь же нужно понимать, что вот это повеление не отменяет пирамиды. То есть речь не идет о том, что ты пропусти эмоциональную часть. Очень часто люди забывают. То есть оказывай должное благорасположение, это значит, что работай над этим. Конечно, речь не идет о том, что все, что есть какая-то абсолютная степень эмоциональной жизни, которая позволяет, делает возможной интимную жизнь. Но речь идет о понимании. И у нас у всех, мы все находимся в процессе. То есть у всех у нас продолжает укапливаться духовное основание, если мы возрастаем во Христе. У всех у нас продолжает формироваться правильное понимание эмоциональной составляющей. И не только понимание, но еще в большей степени правильная способность иметь эту эмоциональную составляющую. И понятно, что все это в процессе. То есть речь не идет о том, что только тогда, когда эмоциональный уровень достиг вот такого-то предела, тогда только можно иметь сексуальные отношения. Но всем нужно ясно понимать, что это повеление подразумевает целостную картину, в которой мы должны двигаться. То есть как мужу, так и жене необходимо инициировать сексуальные отношения, понимая, что это важная часть их жизни. То есть это повеление обращено к другим, вернее, к двум им, к двоим им. Книга «Песни и песни» приводит несколько таких примеров. Например, песня «Песни» 4,16. «Поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». То есть это невеста, это жена говорит, она говорит красивым, иносказательным, образным языком, она говорит о взаимоотношениях, которые она здесь инициирует, она предлагает их. То есть она говорит, я готова, я хочу принести тебе максимальное удовлетворение. Или 7 глава, 11 стих. Еще одна ситуация. «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвелили гранатовые яблоки. Там я окажу ласки мои тебе». То есть речь идет о целенаправленном подходе, в котором эти люди, которые являются мужем и женой, они заботятся о том, как это будет, где это будет, когда это будет, они думают о том, чтобы это было. То есть они понимают, что это очень важная часть взаимоотношений. То есть когда мы говорим о сексуальных взаимоотношениях, это пик отношений, которые могут существовать между мужем и женой. Очень важно понимать, почему это так, потому что если мы посмотрим на этот треугольник, который уходит вот в эту пику, вот эта вершина, которую мы видим там, то чем выше ты поднимаешься, тем тоньше и тем чувствительнее эта сфера является. Интимные отношения, они предполагают абсолютную степень доверия мужа и жены друг к другу. То есть в это время между мужем и женой нет ничего вообще, даже одежды. Помните, написано, и были оба наги и не стыдились. Некоторые люди думают, что речь идет о сексуальном стыде. В действительности речь не об этом идет. Когда Адам и Ева сшили себе одежды, то речь шла не о сексуальном стыде, что им было стыдно друг перед другом, а речь шла о их уязвимости. Тогда они увидели себя уязвимыми и они стали прикрывать себя. Друзья, степень доверия людей друг к другу всегда определяется тем, насколько человек уверен, что тот, кто рядом с ним, не обернет его слабости против него. Понимаете, да? То есть, вот у вас есть взаимоотношения с разными людьми. Со многими людьми у вас только так привет, пока, хорошо, улыбнулись и все. У вас есть друзья, которым вы можете рассказать о своей проблеме. Вы можете сказать, вот такая беда случилась у меня. И вы можете сказать настолько много, насколько вы уверены, что этот человек, услышав о вашей проблеме, не пойдет и не растрезвонит, не осудит, не повернет это против вас. Понимаете, да? Так вот, чем ближе люди друг к другу, тем больше спадают все попытки себя скрыть. И интимные взаимоотношения, они предполагают абсолютно полную степень доверия, в котором люди даже и не пытаются себя скрывать больше. Это правильные интимные взаимоотношения, выросшие из правильных ценностей, и с правильной атмосферой. К сожалению, как я уже сказал, что многие люди, в том числе и верующие люди, они не понимают этого процесса. И поэтому они функционируют в системе, которая такая же мирская. Например, в мире какие-то мимолетные встречи, где люди не знают друг друга. или же люди знают друг друга, но не позволяют им проникнуть в жизнь друг друга. Так вот, когда мы говорим о библейском, о интимных взаимоотношениях для славы Божьей, они представляют собой вот эту полную степень доверия друг к другу, которая позволяет это полное слияние друг с другом. Вот почему интимные взаимоотношения, они даны Богом мужу и жене не только для того, чтобы дети были. То есть, это форма выражения абсолютного доверия, абсолютно посвящения друг к другу, которая эксклюзивно принадлежит только им, и это наивысшая форма доверия. Наивысшая форма. Так, это первое. Целенаправленно заботясь о сексуальном выражении своей любви. Второе. Концентрируйте свое сознание только друг на друге. Это чрезвычайно важно. И оно важно вообще везде. Почему важно? Потому что, как я уже сказал, неверность в браке, она всегда начинается в мозгу. Она начинается всегда в чувства. Она всегда начинается с фиксации взгляда или сознания на ком-то, кто не является твоим мужем или твоей женой. Она никогда не начинается вне человека. Она всегда начинается внутри человека. Вот почему, когда Писание говорит о том, что Иисус Христос говорит, вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, тот, кто даже подумает. Потому что это ранняя стадия прелюбодеяния. Все начинается там, в уме. Потом только находит уже практическое выражение в конкретной форме. Так вот, речь идет, а помните, Иов говорит, завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять о девице. То есть, это было одно из правил, одно из принципов, один из принципов благочестия, благочестивого человека. Еще тогда, и закон говорил, не прелюбодействуй, Христос повторяет этот же закон и дополняет его, и говорит о нем более глубоко. То есть, речь идет о сознательном посвящении своего сознания, своего внимания. Когда мы говорим о наивысшей степени доверия, наивысшей степени посвящения мужа и жены друг другу, вот эта степень посвящения возможна только в одной ситуации, и ее нужно хранить. Но если мы продолжим это понятие дальше немножечко, то вот здесь мы можем прийти к нескольким важным факторам. Речь идет не только о том, что человек не смотрит ни на кого, так как он смотрит на жену, то есть, он не смотрит ни на кого с сексуальным желанием. И, конечно, это один из серьезных, одна из серьезных проблем сегодня, потому что доступность разного рода порнографических материалов сегодня поражает мужчин буквально, и многим очень сложно, у них духовное основание никакое, эмоционального тоже нет, естественно, и поэтому они питают свою похоть, питают разными имиджами, которые они видят или находят в разных местах. То есть, чрезвычайно важно, концентрируйте свое сознание только друг на друге. Вот. Но если вы продолжите сделать еще один шаг, то это позволит вам сформировать один из чрезвычайно важных принципов сексуальных отношений для славы Божией. Чрезвычайно важный принцип. Концентрируйте свое сознание тогда, когда вы вместе сознание концентрируете собой ни на чем-то другом, ни на вещах, которые вас окружают, ни на детях, о которых вы думаете, или вам нужно о них думать, но не сейчас. Это чрезвычайно важно. То есть, в Богом определенном сексуальном акте участвует весь человек, дух, душа и тело. Физически, его волевой аспект, его эмоциональный аспект, он весь здесь. И это, как мы видим, это чрезвычайно важный элемент, который отмечен в целом ряде текстов Священного Писания. Например, песни Песней 4.8. Муж говорит, со мною Сливана, невеста моя, со мною иди Сливана, спеши с вершины Аманы, с вершины Синира, Ермона, от логовищ Львинах, от гор Барсовых. Он призывает ее внимание, она Сливана своим разумом, своими мыслями возвращается туда. И он говорит, сейчас со мною ты будь. Или он говорит о себе. Посмотрите, 4 глава, 9 стих. Он говорит о том, что он с ней полностью. Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста. Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. То есть, речь идет о вот этой захваченности друг с другом или захваченности друг другом точнее. То есть, когда люди ищут хорошей, качественной сексуальной жизни, они часто думают о каких-то стимуляторах. Как стимулировать возбуждение? Некоторые даже пытаются присходить к таким извращениям. Некоторые верующие, они думают, давай вместе посмотрим порнографический фильм, и это возбудит нас. Нет ничего дальше от истины, чем эта глупая, глупейшая идея. Самым большим стимулятором заключается ваша любовь, выраженная в ваших эмоциях и в вашей захваченности друг с другом. Это действительно то, что создано Богом для того, чтобы это стимулировало качественные отношения, которые будут прославлением Бога. Третье, связанное с этим. Выражайте свое восхищение друг с другом. Друг другом. Если мы читаем песни песней, то в этой книге, очень важной книге, муж и жена постоянно говорят друг другу, я ценю тебя, я хочу тебя, ты нужен мне или ты нужна мне. То есть, это понятно, что все мы закручены, у нас у всех много дел, и я вам скажу, что это действительно одна из серьезных проблем вообще всех людей. Писание нам говорит о том, что строя вот эту пирамиду, нам нужно заботиться об этих вещах, чтобы искать формы, каким образом мы можем говорить, посылать сигнал, ты мне нужен, ты мне нужна, нужна полностью, в том числе, не только для того, чтобы кушать готовить, чтобы муж деньги зарабатывал, ты мне нужен, личность твоя нужна, полностью вся, дух, душа и тело. Помните, именно это было первой точкой соблазна неопытного юноши из седьмой главы книги притчи. Помните вот эта история, когда вышел и значит, вернее, он шел там где-то в этих переулках, и она вышла на угол, и она стала искать его, и она в принципе говорила следующее, я вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя и нашла тебя. Она врет, конечно, она вышла, чтобы мужика найти. Но в данном случае говорит, ой, я тебя здесь ждала, вот сидела и спала и видела тебя только. Но заметьте, как это покупает человека, ты мне нужен. Вот эта эксклюзивность, которая принадлежит только мужу и жене. Этой теме, кстати, посвящена большая часть книги Песни Песней, где они постоянно подчеркивают вот этот фактор, что ты мне нужен или ты мне нужна. Песни Песней, первая глава, первый стих написано, начинает так, да лапзает он меня лапзанием у своих, ибо ласки твои лучше вина. То есть, она говорит, мне хорошо с тобой, она хочет этого, и она выражает это. Заметьте, это древность. Это не гиперсексуализированный век. Это древние времена, в которых Бог специально показал это, для того, чтобы показать во взаимоотношениях мужа и жены, это нормально. Это должно быть. Это то, как Бог создал это. Дальше, во время брачной ночи он с упоением восхищается. 4 глава 10 стих, посмотрите, это он говорит теперь, то она говорила, теперь он говорит, о, как любезны ласки твои, сестра моя невеста, о, как много ласки твоей лучше вина, и благовония мастей твоих лучше всех ароматов, сотовый мед каплет из уст твоих невеста, мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана. Заметьте, речь идет о конкретных отношениях, о сексуальных отношениях, и они о них говорят достаточно свободно друг с другом, красиво говорят, они не говорят грубо, они не говорят похабно, пошло о них, но они говорят, они говорят, и это позволяет вот этим взаимоотношениям, которые исходят, как мы уже говорили, из эмоций, из правильного фундамента, из эмоций, и переходят в физические взаимоотношения, это позволяет иметь действительно правильную тональность этих отношений. Он, или они друг с другом говорят очень гармонично, очень благородно, друг о друге, и даже о сексуальных органах они говорят так. Посмотрите, когда он подчеркивает свои увлеченности, 7 глава, 6 стих, говорит, как ты прекрасна, как привлекательно возлюбленная твоей миловидностью. Этот стан твой похож на пальму, и груди твои, как виноградные кисти. То есть, он конкретно говорит ей об этом. Опять-таки, это не гиперсексуализированный век. Это древность, в которой Бог показывает, что это нормально. Конечно, ненормально, когда картинками подобными обвешивают комнаты себе. Или когда я видел у одного мужа на телефоне фотографию своей жены почти ногою. Это ненормально. Понимаете, да? Если человек, ну, он же не сам смотрит, и во всяком случае, зачем ему каждый раз, когда он набирает телефон, видеть эту сцену? Это ненормально. Но вот в этой ситуации это нормально. Библия рисует эту ясную картину, когда она говорит, что речь не идет о том, что это запретные вещи, которые не нужны. Или еще раз вторая глава, это ее слова, пятый стих, подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. То есть она выражает свое, то, что она пленена этим, это восхищение, которое она выражает. И этому нужно учиться. Как я уже сказал, это выходит из эмоциональной составляющей. Вы не сможете иметь больше правильного возбуждения здесь, чем эмоциональная составляющая ваших взаимоотношений. четвертое. Значит, мы уже говорили о том, каким образом романтика может быть для славы Божией. Это целенаправленно нужно заботиться о сексуальном выражении своей любви. Второе, концентрировать свое сознание только друг на друге. Третье, это выражение своего восхищения друг с друг другом. И четвертое, наслаждайтесь друг другом. Это очень интересная деталь. По сути дела, сексуальные отношения, они построены на той же модели. То есть, когда в самом начале мы говорили о том, что Христос говорит, кто хочет идти за мной, отвергни себя, разверни вектор к другому. Это значит о том, что на всех уровнях, о которых мы говорили, мы повернуты к тому, чтобы искать благо другого. Перезаметьте, когда мы дошли до этого пика, там этот вектор не развернулся, он также и продолжает быть повернут в ту сторону. В сексуальных отношениях это возможность служения жены мужу и мужа жене. Как только сексуальные отношения поражаются эгоизмом, как только этот вектор разворачивается, сразу же они опошляются, сразу они становятся чем-то грязным, нехорошим. Но заметьте, что интересно, что при направленности вот этого вектора от себя в сторону супруга или супруги, вот когда это достигает наивысшей точки, что интересно, что и тот, кто ищет благо другого или в данном случае удовлетворение, удовольствие другого, и сам он получает максимальное наслаждение. смотрите песни песней 5.1 это слова Бога, которые звучат, это вот после, если вы подробно изучали песни песней, то вы видите там несколько периодов описаны, и после того, как в 4 главе описано их упоение друг другом, брачная ночь, то в 5 глава она передает слова Творца, который говорит, ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь возлюбленной. Он благословляет это. Кроме того, мы встречаем целый ряд других текстов, которые говорят о том, что сексуальные отношения должны приносить физические, эмоциональные и полноценные удовольствия. Они в действительности только тогда и будут полноценными, когда они исходят из правильной базы, из полного посвящения друг другу. Это в действительности физическое удовольствие, это кульминация этой величественной пирамиды. 5 глава книга притчи, 18 стих, здесь сказано очень ясно. Источник твой да будет благословен и утешайся женой юности твоей. Опять-таки это слово, помните, мы уже переводили его немножко точнее, delight yourself, наслаждайся. Дальше описано, о чем идет речь, что он имеет в виду. Он говорит, любезную ланью, прекрасную серную, груди ее да упаяют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. То есть, он повелевает, он говорит, что правильно выстроенная жизнь, она приводит к возможности того, чтобы люди могли иметь полноценные интимные отношения, служить этим друг другом, друг другу, выражать свою заботу, посвященность друг другу посредством целенаправленных действий, которые приносят удовлетворение. Помните, что ваше наслаждение друг другом является еще одним сильным стимулятором правильного возбуждения, которое должно иметь место в этих отношениях. Итак, давайте вернемся еще раз к нашей схеме, о которой мы говорили уже, я хотел на этом подвести итог. Мы говорили сегодня за весь этот день о том, что правильная семейная жизнь, семейное счастье, оно начинается с правильного понимания жизни вообще. Оно начинается вот здесь, в духовном основании, и оно начинается с того, что мы понимаем, что счастье, которое дает Христос, радость, которую Он принес, это совершенно другого типа радость, отличающаяся от радости, которую предлагает мир, от счастья, которое стимулируется в мире, и все то счастье, это просто обман, люди пытаются его получить, но оно не имеет прочного основания, и нам, верующим людям, пришедшим к Иисусу Христу, нужно ясно понимать, что Голговский крест открывает перед нами двери в полноценную, вельне, в жизнь полноценной Божьей славы, и нам нужно понять, что вот в этом и заключается суть нашего христианства, в том, что мы этой славой наполняем каждый элемент своей жизни, в данном случае, говоря о семейной жизни, у нас есть несколько конкретных шагов, конкретных элементов, из которых состоит это основание, еще раз напомню, мы учимся быть счастливыми во Христе, счастье в искуплении, счастье в наслаждении славой Его, счастье в покорности Его характеру, в обретении Его характера, это настоящее счастье, счастье не в сексе, если его нет внизу, в базе, его там не будет наверху, наверху будет просто биологический акт, если его нет внизу. Вот почему Бог и дал нам Писание, ясное учение, в котором мы видим, что нужно культивировать, нам нужно культивировать нашу общность с Богом, наше понимание Христа, чтобы мы ценили Христа больше и больше, чтобы мы наполнялись его характером, и дальше мы переходим ко взаимоотношениям, в котором мы являем, излучаем из себя свет Христов или характер Христов, и потом мы посредством этого характера мы имеем созидающие или искупляющие взаимоотношения, которыми мы делаем нашего супруга или супругу больше похожим на Христа. И это приводит нас к точке, которая делает возможным наше возрастание, нашу способность генерировать плод Духа, который наполняет собой нашу эмоциональную составляющую жизни. И чем больше она будет, тем более яркая, чем более насыщенная она будет, чем больше в нас будет плода Духа, вот тогда это естественно приходит к этой еще одной уникальной форме взаимоотношений между мужем и женой к их интимной близости. Кстати, очень интересный вопрос. Бог сделало так, что дети рождаются только в результате интимной близости. И это неспроста. То есть, речь идет о том, что вот только в этой точке, когда духовно все прочно, когда эмоционально все мир и любовь друг с другом, вот тогда ребенок может быть зачат. Вернее, так сделано было. Проблема, конечно, заключается в том, что вот это все перечеркивается и пытаются люди сразу прыгать туда, куда не нужно. Итак, мы помолимся сейчас, и пусть Бог поможет каждому из нас иметь эту полноценную, насыщенную, настоящую жизнь, жизнь семьи, которая, или брака для Божьей славы, которая действительно является отражением божественного дизайна и благословением для каждого из нас. Аминь. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты создал это удивительное явление, брак, создал семью. Благодарим Тебя за то, что Ты объясняешь в Писании все детали, как семья функционирует. И мы ясно понимаем, Господи, что во многом, во многом каждый из нас еще далек от Твоего идеала. Я прошу Тебя, Господи, за всех нас, за каждого стоящего здесь пред лицом Твоим. Ты воздействуй, Господи, в каждом сердце. Помоги сегодня, чтобы это знание, о котором мы сегодня говорили, которое мы сегодня получили из Слова Твоего, чтобы это знание, оно проникло на уровень наших чувств, наших желаний, нашей жизни, на уровень нашего посвящения, чтобы это знание изменяло нас, уподобляя нас в образ Твой. Я прошу Тебя, благослови все семьи, которые представлены здесь. Наполняй, Господи, каждое сердце и каждый дом. Помоги, Господи, чтобы Ты, и Твоя любовь, и Твоя истина стала главной ценностью. Помоги каждому генерировать плод Духа, сфокусироваться на том, чтобы, подчиняя себя Тебе, без страха, учиться любви, радости, миру, долготерпению Твоему, благодати Твоей, милосердию Твоему, верности, кротости, воздержанию. Благослови нас, Господи. Мы зависимы от Тебя, и поэтому сейчас мы склонились перед Тобой. Я прошу Тебя, помоги, чтобы христианские семьи были светом и образцом для людей, которые живут совершенно по другим стандартам. Научи нас этому во имя Иисуса Христа. Просим Тебя. Аминь. Нерадостно, когда Иисус со мною, Он от грехов меня освободил. Душа поет, ликует в Иисусе, Он мое блаженство, Он источник сил. И песня львется, Радостно и звонко, Спаситель чудный, Мир душе дает. Пусть жизни путь бывает и тернистый, Ветер бур и грозы, Но душа поет. Счастлив я быть с Иисусом, Петь хочу я о нем. Он дает мне надежду И ведет в очи дом. Любовь Христа мне сердце наполняет, Дает гореть мне с каждым днем сильней. Дает мне силы побеждать невзгоды, Жить во славу Бога И любит людей. Счастлив я быть с Иисусом, Петь хочу я о нем. Он дает мне надежду И ведет в очи дом. Воскликнем Богу Слава, Аллилуйя, От смерти вечной Он нас искупил, Он всем огур, Он создатель мира, Бог наш три едины Жизнь нам подарил, От смерти спас, Нас искупил, Жизнь подарил, Жизнь подарил. Вопрос такой. Что такое эмоции практически? Мы говорили сегодня об эмоциях. Вот пишут братья, говорят, ну практически, что значит эмоции? Как это понять практически? Мне трудно дать сейчас научное определение этого явления, но я думаю, что все понимают, что это не интеллектуальная составляющая личности. Туда входит наша способность ощущать. То есть это не физическое, это у нас есть чувство в смысле того, что ты можешь осязать, там нюхать что-то, то есть обонять. А это способность души чувствовать. К категории эмоций относится наша реакция на то, внутренняя реакция на то, с чем мы сталкиваемся, то есть любовь или радость, или гнев, или же нетерпение и так далее. То есть разные формы реакции, так и называют это эмоциональная реакция. То есть это форма реакции человеческой личности на окружающую его действительность. Спасибо. Я думаю, братья поняли практически, что значит эмоции. Ну, теперь, я думаю, для двоих братьев, может быть, сейчас Алексей, а потом Павел Михайлович, вы тоже добавите. Вопрос такой. Дети – это благословение от Господа. Человек хочет узнать, а если они рождаются вне брака, даже не зная отцов, это тоже благословение или проклятие? Ну, когда мы используем это словосочетание или эту фразу «благословение от Господа», то это, хотя не совсем точная фраза, но это ссылка на то, что сказано в Псалтере, где сказано «О наследии от Господа дети». Речь идет здесь вообще о Божьем устройстве. То есть мы говорим о том, как Бог создал мир, как Он создал человечество, как создал людей. И Бог так сделал, Он дал такое чудо, что новые люди появляются не просто сами по себе как-то автономно, там в капусте или аисты, или там еще какие-то формы, а новые люди появляются, Бог сделал так, что участниками появления людей на свет становятся родители, муж и жена. И как мы уже сегодня говорили, это происходит в результате максимального выражения любви мужа и жены друг к другу. Вот так Бог предусмотрел. И вот этот сам факт того, что родители могут иметь детей, и является благословением от Господа. Теперь же, когда мы говорим о каждой конкретной ситуации, то в каждой конкретной ситуации мы имеем дело с людьми, которые повинуются в чем-то Богу, и чем больше они повинуются Богу, тем больше благословений будет у них. Чем меньше повинуются Богу, тем меньше благословений будет у них. И когда имеет дело кто-то с фактом внебрачной сексуальной связи, в результате которого рождаются дети, так вот, при всем том, что жизнь свята, при всем том, что матери нужно заботиться об этом ребенке и любить его, при всем этом греховный подход к этому делу создал ущербную ситуацию, в котором этому ребенку не будет хватать того, что Бог изначально сделал, запланировал, что должно быть. Вот таким образом и нужно смотреть на это. Я только добавлю, друзья, что благодать Божия настолько велика, Его милость. Если вы посмотрите, ну, хотя бы взгляните на родословную Господа нашего Иисуса Христа, вы видите там несколько личностей, которые, казалось бы, ну, не нужно было бы их туда записать. Но, тем не менее, Божья любовь велика. А мы знаем, что произошло с первым сыном Давида от Версавии. Он умер. Но мы знаем, что произошло со вторым сыном от Версавии. Написано, что когда он родился, Бог его возлюбил. Понимаете? А история-то, вообще-то, соединение Версавия с Давидом, она страшная история. Но благодать Божия изменяет вот эту ситуацию для того, чтобы было благословение для Господа и для Его народа. Хорошо, братья, спасибо большое. Сейчас один вопрос по интернету или мне по текстмешке. Здесь по-английски было, значит, When you are saying that people need to be happy to create a happy family, according to these words, what does it mean in Bible where it says that it's not good for a man to be alone? По-русски это звучит примерно так, что вы говорили, что люди должны быть счастливы, чтобы создать счастливую семью, брак, да? И, значит, где в Библии написано, что человеку нехорошо быть одному. Как это? Я уже отвечал на этот вопрос. Отвечали, хорошо. В самом начале, когда мы начинали вторую сессию, я говорил о том, что семья это место выражения счастья, которое у человека есть. Спасибо большое. Следующий вопрос таков. Часто молодые люди, вступающие в брак, стали задавать вопрос такой. Мы еще так молоды, нужд еще так много, и доучиться нужно, и жилье устроить, и к детям мы не готовы, как бы. Как долго можно наслаждаться жизнью без детей? Важная фраза, как бы. Важная фраза, как бы. И особенно у меня еще вторая фраза, нужд еще много. Наше понятие нужд, вы понимаете, да, что оно отличается от того, как понимают нужду в трех четверти их мира вообще. Я только что вам, вернее, сегодня говорил о том, что один плачет, что у него нет iPhone 5, вот, а другой плачет, что мамы нет у него. То есть, это понятие очень... Ну, если ответить по существу этого явления, то подход к рождению детей, он имеет несколько ключевых принципов, которые представлены в Священном Писании, вот, которыми нужно руководствоваться. Самое первое, это то, что создавая семью, люди понимают, что Бог ее создал, чтобы они рождали детей. Вот здесь начинается проблема, потому что люди представляют себя, что они получают просто для себя, и поэтому дети, они мешают им получать удовольствие, жить для себя, и поэтому они не хотят их иметь. Это греховные отношения. То есть, Бог создал так, что сделал так, что мужчины и женщины, способные консервы, зачать ребенка, вот, они... Он дает им возможность, чтобы они это делали, чтобы они рожали детей, чтобы они воспитывали их, и чтобы они формировали их. Вместе с тем, говоря об этом, мы должны ясно понимать, что сексуальные отношения, они касаются не только рождения детей. Как мы сегодня говорили, что сексуальные отношения, это выражение абсолютной преданности, высшая степень выражения верности мужа и жены друг другу, в которой участвует полностью весь человек, его дух, душа и тело. Вот. И поэтому, когда мы говорим о том, что как человек подходит к тому, чтобы у него рождались дети, то здесь есть еще один важный фактор. Этот фактор говорит о том, что человек не просто рождает детей. Я сегодня говорил фразу, которая принадлежит одному проповеднику американскому. Он когда-то написал так, как Бог создал мужа и жену, чтобы они делали детей. Дальше добавляет учениками Иисуса Христа. То есть, чтобы они делали детей, которые становятся учениками Иисуса Христа. То есть, когда речь идет о том, чтобы муж и жена рождают детей, они не могут избегать рождения детей по самолюбивым причинам, по причине своего эгоизма. но они должны регулировать рождение детей, исходя из их заботы о наилучшем благе детей. Ну, и в каком-то смысле, и о наилучшем благе матери чаще всего, потому что она носит и она рожает. То есть, речь идет о факторах, которые могут играть роль. Это ее здоровье и потом реальная способность взрастить этого ребенка. И вот здесь должно быть честное, перед Богом честный вопрос, заданный себе. То есть, вот моя цель, чтобы мы рожали детей как можно больше, Бог так сказал, но так, чтобы мы не просто их наплодили, а чтобы мы выросли и сделали их, показали им путь ко Христу. Мы не можем их сделать христианами, мы можем показать им путь ко Христу. И вот это и регулирует, когда, сколько и так далее. То есть, это индивидуальное решение каждого человека, когда люди понимают принципы. Пожалуйста, Павел Михайлович, тоже добавьте. Друзья, я никого не укоряю, может быть, кто-то здесь присутствует в этом зале. Я знаю очень много семейных пар, которые прожили в браке, может быть, 10 лет, но нет детей. Иногда они приходят к пасторам и говорят, пастор, помолитесь, чтобы Господь подарил нам детей. Я задаю им один вопрос. В начале вашего брака вы как, хотели иметь детей или нет? Чаще всего говорят, нет, мы хотели в лет 5 пожить для себя, а потом уже детей завести. Это не работает, друзья. Первое назначение брака – это взаимная помощь. Нехорошо быть человеком одному сотрудникам помощника. Второе назначение брака – плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ею. И правильно Алексей сказал здесь в плане того, что родить ребенка, действительно, дети награды – это очень хорошо, это большая радость, но воспитать его, дать ему образование, воспитывать в учении наставления Господним. Если хотите наследство дать, потому что мы должны, братья и сестры, подумать об этом, выучить его, пустить в жизнь, способны ли это сделать. Так вот, дорогие, я думаю, что действительно, когда вы вступаете в брак, хорошо подумайте, да, мы хотим иметь детей, чтобы Господь благословил нашу семью. Потом, когда вы захотите иметь детей, а раньше вы этого не хотели, просто будет реакция Господа на это соответствующая. Спасибо большое, братья. Пожалуйста, по интернету. Когда семья рушится и у человека депрессия, нормально ли христианам принимать антидепрессианты от депрессии? Антидепрессианты, правильно я сказал? Антидепрессанты. Ну, это очень сложный вопрос, нормальный или ненормальный, это очень трудно сказать. Каждый кейс индивидуальный, каждая ситуация требует своего рассмотрения, внимательного с пасторами и врачами. то есть, мы не можем здесь дать ответ нормально или ненормально это делать. То, что мы можем сказать, что существует несколько факторов, которые играют роль в этом, в состоянии человека. Один фактор это духовный фактор, мыслительный фактор, то есть, человек впадает в глубокое уныние по причине какого-то, какой-то проблемы, неправильной реакции на реальность. Я вам приведу такой пример. Помните, Илья, когда он только что был участником мощнейшего действия Божьего, когда Бог победил через него этих пророков Баловых. Вот и после того, когда он услышал, что Изавель издала указ о том, чтобы его убить, он убегает и он под Можевеловым кустом просит себе смерти. Если посмотреть по современным определениям, то это вот и будет клиническая депрессия, в которой он находился. Потом мы выясняем, в чем причина его депрессии. Его причина имеет два фактора. Если помните, сначала, когда Ангел пришел, то что он сделал ему? Он не стал ему говорить ничего, он ему дал еды и говорит поспи. И потом второй раз пришел и опять сказал то же самое. есть физиологическая составляющая в депрессии, есть разные факторы, есть депрессии, связанные с рождением ребенка, постпардум депрессии, которые имеют физиологический процесс, то есть физиологическую причину. Есть депрессии, которые связаны с какими-то гормональными расстройствами у людей. То есть самые разные есть причины, которые требуют какого-то вмешательства медикаментозного. Но если мы посмотрим на вторую составляющую, которая была у Ильи, это его неправильное мышление. Если вы помните после того, когда Бог говорит ему о том, что ты должен пойти и помазать этого в цари, этого во пророки, и потом он говорит, впрочем, у меня еще осталось семь тысяч мужей, которые не преклонили колено своего перед балом. А вы помните, что причиной своей депрессии Илья назвал «Остался я один и моей души ищу». То есть у Ильи не было надежды на Бога достаточно, чтобы в этих отчаянных обстоятельствах уповать на Него. Поэтому думаю, что здесь есть три фактора. Первый фактор – это нужно изучить физиологическую составляющую процесса, серьезно изучить и посмотреть, как к этому можно помочь. Второе – нужно работать с сознанием человека, чтобы помочь человеку по-библейски правильно смотреть на ситуацию и правильно на нее реагировать. Есть, конечно, еще третья составляющая, которая, я думаю, допускает применение медикаментозных средств, тогда, когда человек находится в крайне сложном состоянии депрессии, когда с ним трудно говорить, ему нужно сначала что-то принять, чтобы с ним можно было говорить. Но это временная мера, которая не лечит, а просто делает возможным постепенный выход из этого состояния. Действительно, брат Алексей Алексеевич сказал правильно, что иногда надо смотреть вглупь, если там действительно медицинская какая-то проблема или физиологическая, это одно. Иногда бывают духовные переживания, духовные проблемы, но предположим грех. Если вы посмотрите 31-й Псалом, пишет Давид, и вот 3-й, 4-й стих, они показывают явное депрессированное состояние. Смотрите, когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Налицо признаки явной депрессии. Но вы помните, откуда была, в чем причина, в чем корень этот был? Его грех. Не было покаяния. Да, ему надо было покаяния. Иногда, друзья, вот я думаю, одним из первых моментов, это найдите себе брата, пресс-фитера, быть может, друга, исповедуйтесь, откройте ему свой грех. Знаете, мы, Михаил Ильич, недавно пришли к одному больному человеку. Он говорит, братья, все попробовал, и медицину, и народных лечителей, осталось одно, теперь призвать пресс-фитеров. Дошел, в общем. Понимаете? А я думаю, вот даже если это состояние совершается, начните с этого. Написано, признавайтесь друг перед другом. Не обязательно пресс-фитеров, диаконозы. Друг перед другом, чтобы исцелиться. И вот, когда Давид уже открыл свой грех, вот эти все моменты в него ушли. Спасибо. Замечательно, братья, замечательно. следующий вопрос таков. Мы сегодня говорили об эмоциях, и вопрос такого же примерно характера, но немножечко с другой стороны. Скажите, что такое эмоциональная измена? И бывает ли она вообще? Ну, конечно, Христос же говорил о ней. Христос говорил, кто посмотрит на женщину с вожделением. То есть физической измены не было, эмоциональной была. То есть кто-то возжелал женщину, которая не является его женой. Вот это и есть эмоциональная измена. Вы знаете, я не буду сейчас рассказать один пример страшный, который мы на Пресс-фитерском совете разбирали в Ростове. Ну, в принципе, это работает. если вы посмотрели порнографический фильм или залезли в порнографический сайт, просто посмотрели вот эти реальные сцены, которые там, все красиво, там модели участвуют, понимаете, там все это сделано прекрасно, такие фигуры, как положено все. Потом, когда вы идете в постель со своей женой, у вас вот эти образы работают, вот эти образы предстают пред вами, вам хочется именно видеть то, что вы увидели по телевизору. Вот это называется эмоциональная измена. Понимаете, вот не несите эту грязь. Вот как-то у Джона МакАртура есть одна статья, когда вы провели такой опрос, можно ли смотреть журнал плейбой. К сожалению, очень много христиан да, можно, мы с женой перед сном для того, чтобы прожечь, просматриваем этот журнал. И в итоге, друзья, это уже вот эта эмоциональная измена. То, о чем, если Господь сказал, посмотришь, с вожжием, уже согрешил с ней сердце в твоем. Ну, я думаю, там немножко еще, наверное, о другом речь идет. Вполне возможно, я встречал таких людей, которые говорят, вот, муж и жена, она говорит, а у меня есть best friend. И имеет в виду не подругу, женщину, а имеет в виду просто человек, с которым, ну, ей приятно говорить там об искусстве, там. Она сама замуж не получается. она замуж не, да. И муж ее знает, что они просто вот best friend, и она просто с ним гуляет там иногда. Это, говорят, это просто платоническая такая любовь, это они вот пойдут там в кафе, сходят, вот в общении им хорошо друг с другом. Вот, ну, это просто извращение такое, где люди, они не хотят выстраивать вот эту эмоциональную близость там, где положено, просто ищут ее на стороне. Хорошо, значит, Виктор, еще пару вопросов. Да, как научить, что если правильная система брака была упущена в свое время, какие первые шаги мы должны принимать, чтобы иметь ту правильную гармонию между мужем и женой, и вообще ли это реально, и вторая часть вопроса, что развод это что-то хорошее бывает, и вообще есть ли здоровая духовная жизнь после развода? Бывает ли духовная жизнь после развода? Хорошая? Есть. две части вопросов. Да, много вопросов сразу. Ну, вот так прислали такой текст. Ну, первое, давай начнем с первого, о том, что делать, когда уже ситуация запущена, то есть, когда неправильные отношения сформировались, давно заложены неправильные навыки, что делать? Делать, начинать с корня, то, о чем мы говорили сегодня. Нужно понять, чтобы было неправильно, неправильное ожидание найти счастье там, где его нет. Вот, и нужно начать развивать личные взаимоотношения со Христом, так, чтобы они становились объектом твоего счастья, делали тебя более счастливым человеком. Чем больше ты будешь становиться более счастливым человеком, тем больше твоя эмоциональная жизнь будет улучшаться, плод духа будет появляться, тем больше более приятной ваша атмосфера будет в доме, тем больше ты способен будешь любить. Конечно, в этой ситуации приходится преодолевать кое-что, что уже было выстроено, то есть, было выстроено, уже какая-то горечь есть в сердце, уже что-то сделано, что нужно простить, и прощение нужно больше, вот, но то есть только один путь, и когда задают вопросы вообще, реально ли это, конечно, реально, конечно, в жизни каждой, в каждой паре, в каждой семье, найдите вы мне семью, в которой все было правильно построено, да нету таких, кто-то больше немножко знал, кто-то немножко меньше знал, но всем нам приходится исправлять, и строить, и созидать. Относительно развода, Библия ясно говорит, что Бог ненавидит развод, во-первых, во-вторых, Матфея, 19 глава, сказано, что Бог сочетал тот человек, да не разлучает, вот, и поэтому это абсолютно ясно, что Бог этого запрещает, он не может благословить это. шага, первые шаги мы должны принимать, чтобы иметь ту правильную гармонию. Я думаю, братья и сестры, вот мне часто, ну зачем эти конференции, каждый год вы собираете семейные пары, да они уже все знают, перед вас книжки читают, пожалуйста, смотрят фильмы, вот, наверное, сегодня каждый по-особому посмотрел, друзья, если центром жизни мужа будет Иисус Христос и центром жены будет Иисус Христос, то вот это как раз-таки первые шаги, друзья, к тому, чтобы изменить ситуацию. Вот начните, если у вас есть проблемы в взаимоотношениях, наладьте отношения с Христом, пусть центром вашей жизни будет Христос. У тебя дорогая жена, у тебя дорогой муж, тогда вы вот действительно будете иметь ту полную, правильную гармонию в своей жизни. Хорошо, Павел Михайлович, найдите Ефесянам 5.27, Ефесянам 5.27. Ну, записка такого характера тут, в принципе, так, немножко неясно, непонятно, особо так, но я вижу, в чем тут, в принципе, вопрос. Ефесянам 5.27, не имеющий пятна и порока, и далее пишут, значит, мы иной раз пытаемся создать такую церковь, поведение, одежда, еще что-нибудь, ответьте, пожалуйста. Ну, тут видно так за строкой, что бывают люди, так говорят, ну, какая разница, и какая разница надежду смотреть, на поведение смотреть, лишь бы душа чистая была. Вот, видимо, вот в этом направлении. надо в контексте прочитать с 25-го, мужья любить их своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Пожалуйста, Алексей, по поводу этого. Но здесь про одежду не сказано. Здесь сказано о чистоте церкви. Речь идет о Христе, который на Голгофском кресте взял грех наш и отдал нам свою праведность. Он пострадал за это. Он вменил нам свою праведность. И теперь под воздействием Святого Духа с благодатью и милосердием. Он изменяет нас и свою праведность переводит в потенциальную праведность переводит в актуальную. То есть он помогает нам преображаться в образ Святой, о чем мы читаем в самых разных местах. Вот это вот смысл. То есть не имеющий пятна или порока, это касается духовного состояния человека. Вот. То есть здесь вообще в одежде не сказано ни за ни против одежды. Вот. И когда это параллель, она касается мужа теперь. То есть он говорит, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее. Это чрезвычайно важно. Главная цель Христа, его любовь к людям выражается в том, чтобы помочь им становиться более уподобляющимися Христу. И он объясняет, муж, твоя самая большая любовь к жене заключается в том, чтобы помочь ею уподобляться Христу, уподобляться этому святому образу. Вот. То есть здесь объяснена цель наивысшего блага. В чем заключается наивысшее благо? Вот, в принципе, смысл этого текста. Спасибо, Алексей. Пожалуйста, продолжаем. И средства, дорогие братья, это не просто какое-то внушение или воспитательные меры, а здесь написано посредством слова. Братья, посредством слова. Написано, пожалуйста. Гиблейское слово. Значит, еще такой вопрос. Дети уже в возрасте. Жениться, выходить замуж, но обстоятельства не позволяют. Нет постоянной работы, то ли финансовая нестабильность, учеба, которой, кажется, нет конца. Как поступить в этих обстоятельствах? Нужно ли ждать материальной стабильности, чтобы создать семью или же все-таки создавать семью, несмотря на вот эти вот такие обстоятельства, которые могут быть тормозом к свадьбе, к жене, к семейной жизни? Здесь нужно конкретно разобраться с каждой ситуацией. Это очень сложно дать какую-то общую позицию по всем этим вопросам. По простой причине. Я думаю, что здесь есть два разных, две стороны, которые нужно учесть. Первая сторона, если человек безответственный и ленивый, то тогда он не способен создать семью, потому что он не будет заботиться о ней. Но если человек просто еще в своей жизни не достиг American Dream, то это не является причиной того, что он не может жениться. Опять-таки, посмотрите на то, как живет большая часть, подавляющая по процентам отношений часть мира. Как мы жили в Советском Союзе. Но кто мог говорить, думать о том, что есть машина, есть дом, есть стабильная работа. Создавали семьи. Создавали семьи, да. Почему? Если есть готовность работать, только придется на меньший уровень жизни. Не с таким размахом, как другие. Опять-таки, все зависит от ожиданий, что люди ожидают. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Я понимаю, этот вопрос задали более такие уже зрелые семейные пары, но это правильно. Когда вы выдаете дочь замуж, как у Сираха написано, отдавай дочерей замуж и сделаешь великое дело. Вы делаете великое дело. А когда вы отдаете сына или жените сына, здесь надо подумать, готовлю ваш сын быть мужчиной, быть мужем. Пусть у него сейчас нет дома, пусть у него сейчас нет машины, но правильно у него стремление, он работает, он не ленивый человек, он знает, что надо, надо, надо. Братья, это так. И я думаю, отец должен воспитать у сына эти качества, качества быть главой, быть заботливым отцом, заботливым мужем, и, конечно же, друзья, пусть даже ничего, не всего пока у него есть, но можно благословить и помочь. Когда выходит, женятся ребята, я просто поражаюсь, вот 20 лет ему, только что невеста закончила хайску, ни профессии, ничего нет у них, у мамы хотим пожить первые три месяца, невеста, ты что, первые три месяца наоборот, где-то надо пожить, а потом можно у мамы пожить. Она немножко соображает, хотя моложе его, понимаете, хотя хайскул закончила. Так вот, я считаю, братья, она, наверное, училась в хайскул, а он не учился. Ходил только. Я просто считаю, что мужчина, вот, он обязан, братья, обязан хотя бы элементарные вещи обеспечить семью, там, жену, там, одеть, питает, греет ее. Так написано, да? Питает, это функция заботы, вот, это важно. Поэтому, дорогие отцы, наставляйте своих сыновей, приучайте их к труду, чтобы действительно они впоследствии могли содержать свои семьи. Да, это очень правильно, я помню, чтобы не дошло до такого состояния, когда одни встречаются друг с другом, она говорит, ну давай уже поженимся. Он говорит, ну а где мы будем жить? Она говорит, ну у твоих родителей пока поживем. А он говорит, да ты знаешь, мои родители до сих пор у своих родителей живут. Ну, Витя, пожалуйста, еще последний вопрос, я думаю, наверное, друзья, и, наверное, будем заканчивать. Пожалуйста. Ну, тут как раз был вопрос, что, я думаю, что частично зрители, как поступать мне, жене христианки с мальгербионком, если мой муж долгие годы не хочет работать, и она страдает от того, что они живут у его мамы на маленькое пособие. Я думаю, что частично уже ответили, поэтому его пропустим, да, как бы, или есть что-то еще у вас. Ну, как поступать, ну, как, в зависимости от того, если это, ну, первое, самое главное, нужно помнить, что ситуация, вернее, ответственность любой жены и любого мужа в любой ситуации заключается, она отвечает за свои действия. То есть, ей нужно правильно жить перед Богом. Это самое главное. и она будет иметь благословение. Это самое главное. Второе, когда мы говорим о следующем шаге, если этот муж претендует на то, что он верующий, значит, тогда нужно обращаться к служителям в церкви для того, чтобы помочь ему не грешить, потому что это в действительности грех, который он делал, чтобы помочь ему призвать служителей, молиться о том, чтобы помочь ему не грешить. Вот, это следующий шаг. Но бывают такие ситуации, когда муж неверующий или же называется верующим и никак там ничего с ним сделать не могут, но приходится жить. Но как есть вдовы, которые живут и воспитывают детей и так далее. Ну, наверное, братья и сестры на этом и... Еще есть, да. Давай, пожалуйста. Я думаю, что он тоже немаловажный, но он как короткий. Как найти границу между жертвенностью в служении и служением в семье? Я бы хотел его задать, потому что там много семей, братьев, мужей, как бы сказать, в церкви и семья. И вот как это все сбалансировать? Я думаю, что это многих волнует вопрос, как правильно тут. на него нельзя ответить за три минуты, у нас осталось только три минуты. Поэтому я могу вам посоветовать. У меня есть специальная проповедь на эту тему. Она называется... посвящение в браке, кажется, называется. Вот. Вот нужно найти это. Ну, выберите... Вы знаете веб-сайт слово.org. Там есть подраздел проповеди, вот, где вы наберите просто брак или семья в темах и выдаст вам все проповеди на эту тему и найдете там. Там их не так много, штук, может быть, 15-20. прослушайте и обязательно на эту найдете. Алексей, тогда просьба к себе вот такого же характера. Раз мы уже не успеваем ответить на три минуты, ты так лаконично все инорис пишешь в книгах, вопросы отвечаешь, прям вот, ну, прям как в сердцевину бьешь. Ты будь добр, тогда напечатай вот этот ответ на этот вопрос. И мы поместим в наш веб-сайт одна из вопросов, которая была помещена на конференции и людям будет тоже интересно прочитать. Хорошо? Ну, может быть. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Алексей. Ну что, друзья, к всякому времени, конечно, есть начало и к всякому времени есть заключение. Я думаю, конференция прошла вот как вот на одном дыхании. Только, казалось бы, вроде бы начинали 9 часов и уже вот 5 часов почти. Благодарное, сердечное, Алексею, за то, что вы приехали с Татьяной сюда. Вот у него вот это последнее время поездка за поездкой и в Сакраменто, и по Сибири, и в Австралию, и дома у тебя нужно будет. Ну, спасибо, что ты нашел так же время приехать сюда и поделиться Словом Господнем. Это было очень важно. Это первая часть наша была такая, чтобы ты был здесь. Слава Богу. Пускай Божь благословит ваше служение в труде вашем. Вот благодарен нашей церкви, пасторам, служителям, которые поощряют, чтобы это служение развивалось. Также благодарю комитет, которые трудились, они поработали и подготовили все, чтобы было благословенное, чинное, медиагруппа, видеоаппаратуру, вот, регистрация каждого, каждого, кто подвязался на своем, по своему отделе. И также благодарен сердечно, друзья, особо за что, что вы здесь были на конференции на этом. Пускай Божьёв благословит, чтобы наши семьи действительно были крепкими, как Алексей говорил, чтобы показать миру образец семьи. Алексей, у тебя, может, есть пару слов, просто подвести итог такой, что-то нам пожелать молодым семьям, пожилым, взрослым, каждому человеку, кто здесь находится, молодые, также люди, которые есть, которые не женаты еще. Такое, может быть, короткое твое пожелание для них, и помолись, пожалуйста, тогда Иппом Михайлович тогда закончит молитву и благодати. Ну, я уже целый день пожелания давал, вот, поэтому все, что можно еще сказать, это ясно понимать, что благословение семьи в Боге, и это не просто слова, а это практический путь, который представили в Писании. Это нужно помнить и им пользоваться. Спасибо большое. Брат Алексей, помолись тогда, Иппом Михайлович закончил молитву и благодати. Благодарим, Господи, Тебя за то, что Ты по своей милости даешь нам эту возможность собираться вместе и говорить о таких важных вопросах, которые касаются жизни каждого из нас. Я прошу, Господи, Тебя благослови, чтобы все то, о чем мы говорили сегодня, оно проникло в практику жизни и сформировало жизнь каждого. Просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Господи, мы благодарны Тебе за эту радость иметь эту конференцию. Теперь мы благословляем всех, дорогие братья и сестер, кто присутствовал здесь. Особенно за молодые семьи, Господи, благослови их же, свято, непорочное в этом злом, возвращенном мире. Господи, кто не имеет деток, но желает этого, пусть благодать Твоя с ней зайдет, потому что дети и награда от Тебя. Господи, у кого есть дети, дарун их воспитывать в учении на оставление Господнем. Господи, мы сейчас благословляем дорогого брата Алексея Алексеевича, сестру Танечку, Господь, в этот путь храни их, Господь, в перелете, пусть Твоя божественная рука и охрана будет над ними. Прими сердечно благодарность за все и благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры.